Вот уже 35 лет приходит на работу в Крымский индустриально-строительный техникум мастер производственного обучения Валентина Фальковская. Трудно подсчитать, сколько специалистов за эти годы подготовила она для строительной отрасли страны. Крымск. Молоденькая выпускница Воронежского индустриально-педагогического техникума приехала по распределению. Говорит, что какие бы ни были сложности, ни разу не пожалела о выбранном пути. Я с детства собирала детей дома, учила их писать, читать. Ну и в дальнейшем, когда закончила школу, вопрос не возникал, кем я буду. Валентина Васильевна учит своих воспитанников не просто мастерству отделочника. У неё буквально художественный подход к профессии. Она учит создавать красоту. Кто бы мог подумать, что эти картины сделаны из жидких обоев. Глядя на эти работы, хочется сразу взять у девчонок телефон. Хорошие мастера всегда на вес золота. Таких мастеров Фальковская вырастила немало. Её ученики не раз занимали призовые места на краевых и российских профессиональных конкурсах. Сама она заслуженный мастер Кубани, отличник профтехобразования. Но главным своим достижением она считает не государственные награды. Проявляя заботу к детям, я вижу отдачу от детей. Любовь и признание детей – это для меня счастье. Самое большое достижение педагога Фальковской – то, что по её стопам пошла дочь. 2012 год. Екатерина становится победителем районного этапа конкурса «Учитель года». А ведь она к тому времени всего два года в профессии. Екатерина Фальковская преподает иностранный язык в школе, которую окончила. Кажется, совсем недавно она сама отвечала выученный урок у этой доски. А сегодня её учителя – уже её коллеги. Результатами молодого педагога в 24-й школе гордятся. Её ученики показывают стабильно высокий балл на ЕГЭ, побеждают на олимпиадах и конкурсах. Для меня достижение – это видеть, когда мои дети успешно сдают ЕГЭ, поступают с этими баллами на бюджет. Наверное, самое большое достижение – это когда тебя уважают и любят дети. Знание языка предполагает более широкий подход к работе. Вот Екатерина в роли переводчика-синхрониста, работая с танцевальной парой из Дании. Недавно она выступала переводчиком в судебном процессе, где в качестве подсудимых были иностранные граждане. Это очень интересный и полезный опыт, признаётся педагог. Но школа всё равно тянет больше. С детьми – это моя школа, дети, организация праздников, мероприятий, работа с родителями. Вообще-то в семье Фольковских четыре педагога. Глава семьи когда-то тоже работал мастером в техникуме, где и познакомился с будущей женой. И хотя давно сменил профессию, педагогические проблемы и задачи, ему приходится решать вместе со своими любимыми женщинами. Тяжело живётся с педагогами. Они, во-первых, и на работе устают сильно, и начинают приходить домой, дома воспитывать тоже, как ученика папу. Из роли не выходим. У них роль, она как бы с утра и до позднего вечера. Они, наверное, и ночью спят с ролью своей. Константин Фольковский признаётся, что педагогический опыт помог ему и в воспитании детей. Он умеет находить общий язык с молодёжей, и поэтому всегда был им не только отцом, но и другом. За семейным столом не хватает ещё одного педагога – старший сын Дмитрий, вместе со своими учениками на экзамене в ГАИ. Он – инструктор по вождению. Оставлять рабочие вопросы дома не для этой семьи. Это просто невозможно, если работаешь с детьми. Старшие Фольковские признаются, что не только они дают дельные профессиональные советы детям, но и молодёжь их многому учит. А вопрос о том, чтобы кому-то сменить профессию на более спокойную, никогда даже не возникал. На работе их хвалят, значит, работают хорошо. Отпускать можно на работу. В этой семье гордятся успехами родных, помогают советом и морально поддерживают в любой ситуации. Наверное, в этом и есть секрет профессиональных достижений каждого.